Жителям поселка Комсомольский теперь не нужно ездить за медпомощью. В соседнее село в населенном пункте открыли новую амбулаторию. В медучреждении есть процедурный, прививочный и кабинет функциональной диагностики. Помимо первичной помощи на месте можно записаться на прием к врачу в районную или областную больнице. Также можно получить консультацию у специалистов Александра Мариинской больницы по видеосвязи. Жанна Алиева увидела, как работает система в режиме онлайн. Эмиль и Кшимбиев несколько дней жалуются на покалывание в груди и учащенное сердцебиение. Ему всего 30 лет, но даже в этом возрасте шутить сердцем непозволительно. Поэтому сегодня на прием к врачу он пришел без записи. При всех признаках давление в норме. Для консультации терапевт связывается онлайн с кардиологами Александра Мариинской больницы. Данные доложите, пожалуйста. И как давно беспокоится? Так, объективные данные. Значит, у него состояние удовлетворительное, то есть ближе к удовлетворительному. Артериальное давление в норме 120 на 80. Врачи областной больницы сказали сдать анализ крови и сделать УЗИ щитовидной железы. Удобно, потому что, скажем так, прийти сюда на место и не надо никуда ездить, сдать все анализы, а провести консультацию с врачом, получить лечение. Все анализы Эмиль и Кшимбиев сдаст на месте в новой амбулатории, где есть кабинет функциональной диагностики. Ждат и врач занесет в региональную информационную систему промет. И только после этого пациенту назначат лечение профильные специалисты центральной районной больницы. Региональная информационная система позволяет нам получать данные о больном, не выезжая, скажем, в районный центр. То есть забор крови осуществляется здесь, а анализ производится в районной больнице. И данные, они уже вносятся в региональную систему. Врач уже может в режиме онлайн увидеть результаты этих исследований. Амбулатория в поселке Комсомольске всегда была, но здание выкупили частники. Местные жители неоднократно ставили вопрос о строительстве нового медучреждения. Ведь ездить за медпомощью приходил в соседний поселок Вишневый. Теперь врачи амбулатории будут раз в две недели вести прием в ФАПах в соседних населенных пунктах. Такой нагрузки молодые специалисты готовы. Перспективы в области, конечно, побольше. Но я пришел сюда набираться опыта, чтобы... Ну, пациенты, конечно, идут. Здесь очень много людей. До обеда идет прием в поликлинике. Человек 15-20. Затем осуществляется выезд уже к тяжелобольным лежачим. Новая амбулатория подключена к информационно-аналитической медицинской системе. Жители могут прийти, записаться на прием в районную поликлинику и городские медцентры. Задача стоит войти в клуб 80+. То есть средняя продолжительность жизни в стране должна быть выше 80 лет. И в нашем регионе, естественно, мы закончили прошлый год с вами 73,5 года. Поэтому сейчас будем и вкладываться, и проводить определенные мероприятия для того, чтобы люди жили дольше. А вот такие учреждения, как у вас, они позволяют это делать. Летом в амбулатории по программе «Земский доктор» появится и врач-педиатр. Это значит, трехтысячное население поселков Комсомольский, Вишневый, Досанк и Топал полностью будут обеспечены первичной медицинской помощью. В конце этого года начнется строительство амбулатории в селе Ясенсокан. В 2019 году в селе Кривой Бузан. Жанна Алиева, Руслан Срывченко, Центр новостей.